Доброго времени суток, уважаемые гости и подписчики моего канала. Хочу вам предложить сегодня расклад, какой мужчина на пороге, какой мужчина войдет в вашу жизнь. Сегодня у нас с вами будет 4 варианта. Что еще хотела вам рассказать? Наверное, все. Не нужно настраиваться на определенного мужчину, потому что мы смотрим на мужчину, который скоро войдет в вашу жизнь и как он чего-то там натворит. В принципе, расклад этот будет больше к экспресс-раскладу относиться. Поэтому подумайте о семье, подумайте, наверное, о тех отношениях, которые вы хотите. И будем смотреть. Так, давайте. У нас будет 4 варианта. Мы смотрим сейчас мужчину. Какой мужчина войдет в вашу жизнь? Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. И четвертый вариант. Четыре варианта. Какой мужчина скоро войдет в вашу жизнь? Дальше мы смотрим. Дальше мы смотрим. Сейчас я немножечко... Вот так сделаю. Видно, что все... Даже вот так можно, да? Вы пока смотрите на карты и выбирайте, какой вариант ваш. То есть подумайте о тех отношениях, которые вы хотите. И посмотрите на карту, какая из них взглядом притягивает тот вариант и ваш. Давайте теперь посмотрим, при каких событиях, при каких событиях этот мужчина появится в вашей жизни. При каких событиях? При каких событиях мужчина появляется в вашей жизни? Третий вариант, при каких событиях. И четвертый вариант, при каких событиях. Дальше смотрим, что этот мужчина принесет с собой, да? То есть, что имеется в виду, какие отношения с ним будут, что он принесет нового в вашу жизнь? Чем он вас сам порадует или не порадует? Ну, что он принесет с собой в вашу жизнь? Первый вариант, что принесет с собой. Второй вариант. Третий вариант, что принесет с собой. И четвертый вариант, что принесет с собой. Дальше. И давайте посмотрим, как вам взаимодействовать с этим мужчиной. Как вам взаимодействовать с этим мужчиной. Первый вариант. Второй вариант. Ух ты. Третий вариант. И четвертый. Ну что ж, давайте смотреть. Единечки, я вас приветствую. Какой мужчина скоро войдет в вашу жизнь? Девочки, ну, не дьявол. Ну, не дьявол. Что это у нас за мужчина, который, по сути, не дьявол? То есть, возможно, если вы сейчас сидите и думаете о том, что у вас будут какие-то созависимые отношения, то в этот раз нет. Отношения будут несозависимы. Возможно, это человек, который вышел из созависимых отношений, который ранее был склонен к созависимым отношениям, но он это уже прошел, он эту ситуацию прошел, да? Вышел из нее. Возможно, это человек, который, знаете, как раньше был, там, склонен к каким-то веществам, алкоголю, чем-то еще. И опять же, эта ситуация в его жизни завершилась. То есть, человек выходит в какое-то очищение, то есть, избавляется от всего. То есть, человек, который был склонен к чему-то, понимаете, к чему-то не всегда приятному, но чему-то такому страстному, может быть, деспотичному, может, еще каким-то таким негативным энергиям, да? И человек с вот этого всего, он выходит, да? Здесь еще может проиграться у кого-то человек, который, наоборот, можно сказать, знаете, как ботаник, тютя-мутя вообще ни о чем. Так, ну, хочется мне подраскрыть, но не дьявол, а какой мужчина это? Расскажите нам, что это за мужчина, какой это мужчина? Что это за мужчина? Какой мужчина? Опять же, не мах, не манипулятор, да? Вы будете, девочки, вы будете смотреть на Нилон и думать, что, блин, ну, он вообще, к нему вообще не тянет. Вот к нему вообще не тянет, он вообще не притягивает никак. Но при этом он не будет такой, знаете, ленивец, что прямо зависает. Нет, этого не будет. Но он и не будет соблазнителем, там, дарить подарки, вот этого тоже не будет. Замуж сразу вас не позовет. А что там с ним будет? Вы знаете, у вас будет такое ощущение, что вот этот человек, он как единственный шанс на спасение. При этом всё, понимаете, он совершенно, то есть, грубо говоря, не тот, знаете, как девчонок привлекают мальчиш и плохиши. Вот он не мальчиш-плохиш, он такой не соблазнитель, не манипулятор, то есть, вообще, грубо говоря, ничего в нём такого особенного нет. Но при этом у вас будет такое ощущение, что этот человек единственный, который может вам помочь и который может спасти вас в вашем положении, в вашем состоянии. Как, знаете, как последняя надежда какая-то, что ли. Так, ну вот такой вот мужчина у вас придёт. Так, при каких обстоятельствах он появится в вашей жизни? Знаете, вот вы будете как-то жить своя жизнь так спокойно, вроде как размеренно. Что-то делать, заниматься какой-то деятельностью. А он будет за кем-то наблюдать. И не обязательно за вами. Здесь такое ощущение, что идёт наблюдатель за наблюдателем, что вы нечаянно вдруг увидите человека, который будет за кем-то наблюдать. И здесь даже какое-то отторжение может быть. Так, за кем ты будешь наблюдать, за кем чудовищным? Или информацию собирать, или шпионить, да, вот как-то он себе так будет вести. За каким-то другим мужчиной, девочки, он будет наблюдать. А вы что, это увидите, услышите, узнаете каким-то образом? Это может быть даже связано как-то с деньгами, девочки. Причём с такими. И вы это как-то узнаете. И что? Вам станет страшно, девочки. То есть какие-то будут такие обстоятельства, да, что вот вы узнаете. То есть речь будет о каких-то деньгах идти. Этот человек, он будет за кем-то наблюдать. То есть вы об этом как-то узнаете, и вы испытаете страх. Ну, не такой, что прям смертельный, нет, нет. Ну, вам захочется прямо куда-то от этой ситуации прям свалить куда-то, уехать куда-то захочется от этой ситуации. И что, вот этот мужчина, который наблюдает, в итоге окажется тот самый для вас? Да, девочки, да. Скажем так, это шанс, который вам не стоит упускать. То есть вы можете его упустить, то есть есть такая вероятность, что вы можете по каким-то причинам его упустить. Но при этом, то есть это всё-таки ваш шанс на хорошее отношение, девочки. А то, что вот меня прям смущает, да, такая энергетика, вот это его наблюдение, вот этот ваш страх. И это всё как-то с ним связано. В общем, хочется задать такой вопрос, он хороший или плохой? Не знаю, дурацкий вопрос, но вот как-то он меня смущает по ситуации. Ну, он не император, не владелец миром, но опять же таки, он и не тот, кто, знаете, в нём нет вот этой такой застойной энергии такого чувака, который ничего не делает, а сутками лежит на диване. А что с ним не так? Так, ну, девочки, ну он может, смотрите, он может быть несправедливым, он может связан быть как-то с каким-то беззаконием или с какими-то махинациями. Ну, в общем, у него есть какая-то такая связочка, чего-то может быть такое не совсем светлое и чистое. Так, а это на вас как-то отразится? Ну, сказать вот прям как-то отразится, но, в принципе, он может вас увлечь каким-то образом в свой мир. Так, а на самом деле это всё так плохо или нет? На самом деле это всё плохо или это может так показаться только? На самом деле всё так... Ну, знаете, здесь такое идёт. То есть здесь вам нужно самостоятельно, почему, я вам скажу, да? Здесь вам нужно самостоятельно будет по этой ситуации, то есть ситуация вашего знакомства, она не будет простой. Она будет какой-то эмоциональной и вполне вероятно поднимутся какие-то такие энергии, то есть вам может стать очень страшно или очень неприятно, то есть могут подняться какие-то такие энергии. Но иногда так бывает, при каких-то, когда мы встречаем своего человека, и жизнь, чтобы наше внимание захватить, может нам подкинуть какую-то непростую штуку, понимаете, поэтому здесь есть такая ситуация, что у кого-то на самом деле все нормально, да, человек где-то нарушает закон, но в рамках адекватных, то есть это там никакой-то не маньяк, не убийца, ничего, то есть он может декларацию налоговую, грубо говоря, неправильно заполнять, да, или собирать каким-то образом информацию о конкурентах непонятно, да, для того, чтобы там в сделках каких-то своих выиграть, да, то есть это может быть в принципе довольно-таки нормальные бизнесовые штуки, но вам они в тот момент времени могут показаться очень напряженными, для чего это, судьба делает такую ситуацию, чтобы захватить ваше внимание, чтобы вы обратили внимание на этого человека, иначе по-другому вы бы просто его не заметили, он прошел бы мимо, потому что опять же нам идет о том, что вы здесь можете упустить это знакомство, упустить этот шанс, да, вы можете просто его не увидеть, поэтому вам дают такие вот сложные обстоятельства, очень мало у кого, что здесь серьезно, что-то там действительно человек плохое может привести к чему-то плохому, нет, здесь в большинстве случаев то, что человек делает для вас может сразу показаться шоковым, но на самом деле ничего супер такого нет, и вы потом и сами будете интересоваться его деятельностью, и вам самой будет интересно потом это все, ну вот такое, смотрите, необычное знакомство у нас происходит здесь, да, с человеком, хорошо, давайте теперь посмотрим, давайте теперь посмотрим, что этот человек с собой принесет в вашу жизнь, что этот человек с собой принесет в вашу жизнь, Так, ну, очень, конечно, когда все такое отрицательное, да, и как нам понять, да, ну, то есть он не даст вам момент, грубо говоря, плодородия и не даст вам момент развития вашей интуиции. Хорошо, давайте еще смотреть, о чем это нам, о чем это нам перевернутая королева жезлов, да. Здесь идет о том, что вы перестанете быть одинокой, девочки, вы перестанете быть одинокой, потому что у вас появится с этим человеком дружба, у вас появится какой-то взаимный интерес, но у вас что будет, смотрите, если вы до этого ощущали себя, что вы сама такая, можете всего добиться, что вы сама такая, короче, крутая, плодородная женщина, нифига. Вот здесь вы поймете, что вы в паре, здесь смотрите, здесь взрослая женщина, а здесь вы дети, то есть вы будете познавать как бы заново жизнь в плане взаимодействия с другим человеком, в плане общения, в плане как это быть в паре с другим, в отношениях с другим, то есть для вас как бы ваша жизнь в принципе поменяется, да, потому что здесь уходит одиночество, а здесь приходит пара, но вы как бы, знаете, вы как бы ныряете в детство с этим, понимаете. Так, о чем это что? Варианты, да, не подбирается, о чем это? Вот такой, да, да, что он еще принесет в вашу жизнь, да, вот здесь как бы он говорит без вариантов, вот без вариантов, даже если я не маг, не манипулятор, вот как бы пусть эта ситуация кажется какой-то такой необычной, не входящей вообще в рамки обычной жизни, но вот это вот так вот, понимаете. То есть такое ощущение, что человек своим появлением, он порвет вам какие-то шаблоны, он вам многое в жизни перевернет, понимаете. Вы перестанете как-то действовать как раньше, то, что он принесет в вашу жизнь, это будет экстраординарное, очень заметное, очень крупное, но при этом это будет настолько правильно для вас. Да, у вас, девочки, у вас с этим человеком как бы, знаете, как расширяются горизонты, расширяются горизонты, вы можете выходить на другой уровень, вы как бы, вы мир начнете по-другому видеть, начнете его познавать, то есть у вас открываются какие-то новые, невиданные, ранее, ранее какие-то события, действия, то есть этот человек, он действительно в вашу жизнь оживит и принесет вот новую энергию в вашу жизнь, понимаете, новую струю какую-то. Так, хорошо, и давайте посмотрим, как вам с ним взаимодействовать. Ну, смотрите, девочки, здесь вам нужно вначале подсобрать какие-то знания все-таки о этом человеке, да, то есть лучше его понять. То есть почему? Потому что, то есть может быть где-то там просматривать его, потому что, вот вы помните, опять же, вначале нам эту ситуацию показали, не нужно с ним сразу нырять в глубокое отношение, то есть не нужно идти сразу с ним в партнерство, не нужно с ним сразу раз и нырнули, нет. То есть здесь сделайте, то есть сидите чуть-чуть медленнее и будьте более закрытой, то есть не раскрывайтесь ему на распашку, не раскрывайте свою душу полностью, да, то есть держите свою таинственность, сама как-то узнавайте о нем, потому что мужчина все-таки чуть-чуть скользковатый, скажем так, да, поэтому здесь нужно, нужно за ним еще понаблюдать. Так, о чем еще нам эта жрица говорит? О чем еще эта жрица нам говорит? Да, вот ну просто не торопитесь, не торопитесь сразу нырять с ним в отношениях, дайте себе время на подумать, на то, чтобы о нем лучше узнать, больше узнать, не раскрывайте сразу ему все свои тайны, лишь присмотритесь к нему. И говорят, не ныряйте, потому что он сам еще, ну как бы не император, не император, как бы он там не устрашал, не говорил, нет, 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 он еще не император и не победитель, немножечко здесь, то есть вам нужно увидеть реального человека, да, то есть вполне вероятно, что этот человек будет выдавать где-то желаемое за действительное, а вам нужно увидеть его реального, чтобы было нормальное взаимодействие, чтобы вы не пошли, как говорится, на сказки на его не повелись. Потому что если вы пойдете с человеком, который, знаете, вот он вам рассказывает о себе, вы бы это поверили, то отношения тогда они не пойдут как бы по тому сценарию, по которому должны пойти, вам нужно видеть его реального и понимать его реального, кто перед вами находится, какой человек перед вами находится. И уже если вот этот кто перед вами, вам хочется идти с ним в отношения, Тогда идите Но сразу не торопитесь Потому что, ну, чтоб не было такого, что человек вам просто сказки рассказал Вы поверили, а потом это приведет непонятно к чему Так, вот такой вот у нас первый вариант, девочки, сегодня был Я благодарю вас за просмотр Ставьте лайки, пишите комментарии Буду очень благодарна за обратную связь Двоечки Двоечки, я вас приветствую Кто у нас здесь? Здесь мужчина не тот, который готов примчаться к вам с подарком сейчас, да? А почему ты не готов примчаться с подарком сейчас? А потому что он находится, знаете, в каком-то таком состоянии Когда он уже добивался каких-то результатов То есть вкладывался, делал какие-то усилия Добивался каких-то результатов А что в итоге? А в итоге совсем не то, что ему хотелось получить, понимаете? То есть человек этот уже, он не готов вкладываться, понимаете? То есть человек, который, ну, по крайней мере, сейчас он находится в том состоянии Который, он говорит, что ездить кому-то, дарить подарки Приглашать на свидание Общаться не хочу Это все бесполезно Это все ни к чему не приведет Так, при каких обстоятельствах вы встретите данного мужчину? Так, открывайся, пожалуйста Мужчина будет проламывать стены, грубо говоря То есть вы увидите, он будет добиваться чего-то своего Он будет делать что-то свое И он будет идти, скажем так, нахрапом Он будет идти просто нахрапом То есть он будет как-то себя вести Вот знаете, как, ну, реально разбивать стены, делать что-то такое То есть он не будет похож на какого-то старца Который идет неизвестно куда в постовом месте То есть этот человек, вы увидите его сильным Вы увидите его деятельным Возможно, он будет даже прямо за каким-то физическим трудом Да, и вы увидите, что Ну, знаете, как вы почувствуете, да Что этот человек, если он принял какое-то решение Он будет добиваться своего То есть вы увидите вот эти его характеристики Да, то есть вижу цель, не вижу препятствий Да, то есть сильный, смелый, действую Иду наперекор всему Так, вот при таких обстоятельствах, по-моему, встречайте Хорошо Что этот человек принесет нового в вашу жизнь? Девочки, но он не сделает вас какой-то, знаете, вот там прям королевой Которая излучает свою энергию, да И он не будет похож на какое-то решение Выход из лабиринта Нет, вот этого не будет, да А что же будет у нас? Давайте смотреть Ну, нельзя сказать, что вы там раскроете свою энергетику Как-то с ним по-особенному, да А что будет? Очень интересно Будет уход его? Не успели встретиться, не успели познакомиться А ты уже свалишь или как? Шанс Шанс упускает Так, а что ты себе так будешь вести? Потому что он не хочет манипуляции Слушай, очень интересно И он не хочет манипулировать Он не хочет, чтобы вы им манипулируете Понимаете, человек вас увидит И он готов сразу уйти Он готов сразу уйти Потому что он не хочет Не самбо манипулировать Не чтобы вы им манипулировали То есть тут как бы у человека Такие таракасики своеобразные Вот это навязано у тебя даже, девочки Глаз прямо И что? Угу Человек на самом деле Он хочет с вами взаимодействия Ну, у него будет желание с вами взаимодействовать Но у него какие-то очень много тараканов То есть, возможно, это будет Вы увидите первый раз человека Который готов отказаться От отношений хороших, классных, дружественных Потому что у него какие-то тараканы Потому что он боится манипуляций Понимаете? То есть это будет для вас какой-то по-новому То есть новый такой сценарий Необычный, когда вы видите, да, мужчину Которому у вас есть интерес Вы понимаете, что у него есть к вам интерес Он говорит, дорогая, я пошел Я пошел, потому что А вдруг Ты будешь мной управлять И в ответ тогда Во мне разбудется мой манипулятор Я начну тобой манипулировать И тогда у нас будет черти что Понимаете? Вот такое новшество он вам принесет Так, хорошо И что еще? Этот мужчина, это не выход Да, он вас не выведет из лабиринта Правильно я понимаю? Да, девочки Девочки, да Он вам скажет Ну здесь смотрите, какая ситуация Он вам скажет Он вам покажет Он вам даст понимание того Что по сути ваше счастье Ваше благосостояние Ваша удача Ваша реализация Ваши финансы В принципе-то Зависят от вас Услышьте меня То есть, девочки Если вы у нас сидите И думаете, что придет мужчина И порешает все ваши проблемы Так вот Этот мужчина Появится в вашу жизнь Для того, чтобы вам показать Что вы сама способны Порешать все свои проблемы И мужчина здесь ни при чем Мужчина вам нужен Для дружбы, любви, отношений Секса, уважения Но не для того, чтобы Там зализывать вам раны И не для того, чтобы решать Ваши материальные проблемы Может я говорю сейчас жестоко Но я знаю, что Если я это говорю сейчас Те люди, для кого я говорю Они сейчас слышат Понимаете? Это не просто так Хорошо Итак И как же вам с ним взаимодействовать С этим человеком Который появляется в вашей жизни Как вам с ним взаимодействовать Ну смотрите С одной стороны Ему не нужно потакать То есть ему не нужно потакать Не нужно как бы Устраивать ему такие ситуации Чтобы он такой красавчик Сидит тут у нас Господи На этом Довольствуется жизнью То есть нет Не надо Не нужно ему как бы позволять Проявлять свою силу Тоже Не нужно То есть не нужно играть В его игру Грубо говоря Вы можете нырять В свои чувства Вы можете нырять В свои переживания То есть если вас тянет к нему Если у вас есть какие-то эмоции Какие-то переживания Ну скажите ему об этом Но вот как бы знаете Вот держите какую-то дистанцию Держите какую-то независимость Подыгрывать его игру какую-то Да А игра у него определенно будет Да То есть момент манипуляции Даже вот этот момент Я ухожу Потому что я не хочу Чтобы Я тобой начал манипулировать Это уже По сути Манипуляция Это уже по сути Манипуляция Понимаете Как здесь можно сказать Окей Да у меня есть тебе чувства Да ты мне нравишься Но я не собираюсь играть в твою игру И задерживать тебя Или не задерживать тебя То есть вы просто отстранитесь На два шага от его игры Не поддавайтесь на его провокации А просто слушайте себя Чувствуйте себя Вот такой у нас Второй вариант двоечки Я благодарю вас за просмотр Ставьте лайк Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Благодарю Благодарю И мы переходим к третьему варианту Троечки Я вас приветствую Что у нас за мужчина А мужчина не подарок Нам говорят Да Троечки Что вы тут наколдовали А мужчина не подарок А что Это не тот человек Который внезапно Изменит вашу жизнь К лучшему К лучшему Не к лучшему Ну не тот человек Понимаете А что это Что это за мужчина Что с ним происходит Сейчас Что это за мужчина Не тот Который вас замуж Позадет Ну и не надо А что это Это какой-то мужчина Который знаете Уверенный в себе Обеспеченный Жадноватый Какой-то вот знаете Вот такое ощущение Что вы вот ждали Что к вам придет Здесь Какой-то очередной там Учитель Или кармический человек Который там Вы с ним пройдете Очередные встряски Там Вот весь этот движ Да То есть как бы Такое ощущение Что вы ждали этого А вам говорят Да нет Знаете Тебе вот Человека Спокойного Взвешенного Взрослого Который Материалист Так При каких обстоятельствах Вы встретитесь С этим материалистом Вот прям Слово понравилось Мне сейчас Угу Он вам подарит Девочки Какой-то подарок Какой-то подарок Да Возможно Вы там С его помощью Заработаете денег Он у вас Выглядит на какой-то Уровень Тоже стабильности Обеспеченности То есть он вам Как-то поможет Каким-то боком Может он вам подскажет Где заработать денег Может он вас Примет на какую-то Очень почетную работу Скажем так Которая будет Ну вы будете довольны То есть при каких-то Благоприятных обстоятельств Которые улучшат Вашу материальную сферу Так Что этот человек Принесет с собой В вашу жизнь Ну смотрите Девочки Благодаря появлению Этого человека В своей жизни Вы То есть у вас Уйдет ощущение Что вы одна Брошенная И у вас ничего нет То есть уйдет Какая-то пустота Уйдет какое-то Одиночество Безнадега.ру Уйдет У вас появится Вы знаете как идет Здесь с одной стороны Что нужно трудиться С другой стороны Это хороший Позитивный труд Который дает Свои результаты То есть у вас появится Какая-то почва Под ногами У вас появится Какая-то определенность У вас появится Ощущение семьи Ощущение доверия Ощущение того Что вместе Можно многое сделать Да Нужно прикладывать усилия Да Нужно трудиться Но при этом Это такие Весьма-весьма Позитивные Основательные Перемены В вашей жизни Так Как вам себя С ним вести Знаете как Вот здесь идет Не нужно там С ним По легкости Себя вести Не нужно пытаться К нему Какие-то ключики Подобрать Да Вот какие-то игры Нужно отставить в сторону Понять что мужчина В принципе серьезный Перемены у вас С ним будут Хорошие Позитивные И вот здесь Нужно с одной стороны Брать на себя Ответственность За свое поведение С другой стороны Просто довериться Судьбе девочки Вот просто Отпустить все лишнее И довериться судьбе Куда она вас Выведет С этим мужчиной Вот такой у нас Третий расклад Девочки Я благодарю вас За то что вы меня Слушали Ставьте лайки Пишите комментарии Здравствуйте Четверочки Четвертый вариант Девочки Кто у вас тут Очень удивительно То что четвертый вариант Смотрите У нас первая карта В прямом положении Потому что Сигнификация мужчин Все время выходила Перевернутой Нам карты давали Первая вышла В прямом положении Но при этом Нам дали карту Мечтателя Мечтателя Фантазера Человека Которого Шикарное воображение Шикарный внутренний мир Но Этот человек Он может быть Не совсем реализован В жизни Понимаете То есть у него Настолько Внутри Там много Всяких фантазий Ему настолько Там интересно Что он может Проводить В своем внутреннем мире Большую часть жизни И при этом Как бы Во внешней жизни То есть она может быть Вторична Второстепенна Для него Поэтому он Как бы Абсолютно Может быть Не реализован Грубо говоря У него В внутреннем мире Может быть И Мерседес И жизнь Он может Где-то В другой Стране мира Быть при этом Успешным политиком Я не знаю Чего-то там То есть Человек может Себе нафантазировать Все что угодно А по факту Это может быть Человек Которого Особо Ничего И Нет При этом Человек Позитивный Хороший Есть Дадки Есть Потенциал То есть Много Творческой Энергии Может он Реализовываться То есть Ну по-хорошему По-хорошему Сказать Ему бы Действительно Его воображение Его энергию Да приложить В реальной Физической Реальности Этот человек Мог бы Много чего Добиться Но ему Это Может даваться Сложно То есть Ему нужен В какой-то Степени Тот Кто будет Ему помогать Будет Его направлять Будет Его придерживать Для того Чтобы он Как-то Действовал Не уходил В свой мир Потому что Зачем же тут Действовать Если там И так Все хорошо Вот так Вот мужчина Вам Как это Предстоит Встреча С таким Мужчиной Итак Хорошо При каких Событиях Этот человек Появляется В вашей жизни Ну смотрите При каких Событиях Нам показывают Карту Семьи И карту Стабильности Опять же Семьи То есть Смотрите У кого-то Это Будет Какой-то Может быть Вы будете В гостях У какой-то Семьи Которая Чтит Традиции Может быть Это Прямо С семьей Связано Может быть Вы будете У своих Родственников В гостях Встретить Этого человека Может вы будете Где-то У друзей В гостях Вот знаете Вот такой Может быть У кого-то На юбилее Празднование 10 лет Совместной жизни То есть Ситуация Будет Связана С семьей Очень четко С семьей Очень крепко С семьей Понимаете И именно На этой Ситуации Именно В этих Обстоятельствах Вы встречаетесь С этим Человеком Окей Что с собой Этот человек Принесет В вашу Жизнь Что с собой Он принесет В вашу Жизнь Смотрите Человек Приносит В вашу Жизнь Какой-то Новый Подход К труду Какой-то Эксклюзив Если допустим До этого Вы видели Мер Определенным Образом Вам казалось Что работать Можно только Так То здесь Человек Вам покажет Что можно Еще делать Как-то По-другому Возможно Вы с этим Человеком Откроете Новое Действие Этот Человек Смотрите Здесь идет Такой Момент Научит Вас Отказываться Научит Вас Отказываться Опять же От каких-то Своих Фантазий Очень Интересно При том Что он Сам у нас Фантазер Может быть Вы будете Просто на него Смотреть На его Фантазии И Знаете На его Фоне На человека Который Уже Там Живет Фантазии На 80% Своей Жизни Вы просто Научитесь От своих Отказываться Понимаете Вам захочется Больше Заземлиться Больше Земли Может Это так Произойдет Может Как-то Еще иначе Но По сути Нам эта Карта Говорит О том Что уход Какого-то Вымышленного Мира От Вымышленных Эфемерных Каких-то Даров Да Лучше Здесь И Сейчас Лучше Делать Абсолютно Реальные Земные Действия В которых Виден Сразу Результат В общем Как-то Так Такая Интересная Вообще Ситуация Да Так Хорошо И Как Вам Взаимодействовать С этим Мужчинами Вот Идет Здесь Такая Штука То есть Заметействуйте С ним Вы Можете Этим Мужчиной В какой-то Степени Управлять То есть Мужчина Он сам Сильный Несмотря На то Что он Фантазер Он Сильный У него Очень Много Энергии Но То Чем Я вам Говорила Этого Человека Нужно Видите Как-то Направлять На Помогать Ему Реализовываться И у вас Есть Эти умения У вас Есть Эти умения У вас Есть Навыки Как Эту силу В нужное Русло Направить Чтобы Добиться Больших Результатов И Здесь Нам Говорят О том Что Как раз Вот Опасно Девочки Слышите Меня Опасно С этим Человеком Продолжать Фантазировать То есть Подыгрывать Его Фантазиям Опасно Заходить В его Фантазии Опасно Чтобы он Затянул Свою Фантазию Нам Все Говорит О том Что Момент Фантазии Нет Его Воплощает И У вас Есть Сила На то Чтобы На этого Человека Влиять Чтобы С ним Взаимодействовать И Чтобы Вы Приходили К каким-то Физическим Реальным Результатом Так Ну Вот Так Вот У нас Был Четвертый Вариант Я Благодарна За то Что Вы Были Со Мной За то Что Вы Слушали Ставьте Лайки Пишите Комментарии Подписывайтесь На мой Канал Желаю Вам До свидания